Приветствую вас. То, что вы описываете, можно назвать определенным кризисом, кризисом вашей позиции, кризисом ваших действий, кризисом вашего выбора. Вот. То, что вы описываете, можно назвать именно так, именно кризисом. Вот. И на самом деле то, что вы описываете, это свидетельствует о том, что вы себе выбираете друзей не совсем правильно, не совсем верно, не совсем адекватно. Вот. Опираетесь, ну опираетесь на лощные постулаты. Вот. И поэтому не получается. Понимаете? Понимаете? Вот. Вот, собственно, то, что могу вам сказать. Вот. Дальше. Определите свою потребность в наших людях. Вот. В чем вы нуждаетесь? Что вам нужно? Что вам нужно? Чего вы хотите для себя? Да. Ведь совершенно очевидно, что в людях нужна у вас есть. Понимаете? Вот. Так что определитесь для себя, в первую очередь, в чем вы нуждаетесь и чего вы хотите. Вот. Посмотрите на свои поступки. Сядьте и просто проанализируйте, что вы делаете, как вы делаете и для чего вы делаете. Есть то, что касается ваших ожиданий по отношению к другим людям. Есть то, что касается ваших потребностей по отношению к другим людям. Есть то, что касается вас самого. То есть, есть вопрос ответственности, да, вопрос. Вопрос того, что вы, за что вы отвечаете. Вам? Вот. То есть, эти все вопросы, эти все вопросы, они очень важны. На самом деле. Вот. Понимаете? Какая история. И определите их для себя. То есть, где-то у вас пошел перекос, где-то у вас пошла недостыковка. Но это пошла недостыковка. То ли люди вас не воспринимали, собственно говоря, таким, какой вы есть. Вот. То ли вы хотели от них чего-то. Да? То есть, вы хотели от них что-то для себя, а они вам этого дать не смогли. Понимаете? Вот. То есть, здесь можно выяснить всю ситуацию. Как так вышло? Как так получилось? Да. Ведь никто просто так врагом не станет для вас. Никто просто так врагом для вас не станет. Никто просто так с вами не будет враждовать. Да? Никто просто так не будет с вами играть в ненависть. Ненависть. Да? То есть, вот. Чтобы прям ненависть была, да? Вот. Никто не будет этого делать. Никто. Если это произошло, значит, на это были причины. Этих причин вы не понимаете, и поэтому вам кажется, что вы попали в абсолютно дикую, закрытую для себя ситуацию. Вот. Но если вы изучите этот вопрос, если вы разберете этот вопрос, то я полагаю, что вы сможете для себя открыть новую вещь и, соответственно, подкорректировать поведение. Да? То есть, у вас, видите, у вас слишком много вдруг. У вас слишком много вдруг, и у вас нет совершенно причинно-следственных связей. Между тем, что вы делаете, и тем, что происходит. Вот. Так что, здесь, Александр, нужно разобраться. Да? Вот. Значит, такой ориентир. Да? Такой ориентир. После чего друзья ваши превратились во врагов. Что вы понимаете вообще, что вы понимаете под вот этим вот понятием враги? То есть, что такое враги для вас? Да? Вот. Кто такие друзья, и, соответственно, кто такие друзья, а кто такие враги? Это первое. Второе. Вы пишете лучшие друзья, лучших друзей нет. Лучший враг он один, максимум два, но не больше. Да? То есть, тут опять же критерии. Любимый человек, да? Что вы понимаете под любимым человеком? Какие у вас чувства к любимому человеку? А что значит ненавидеть? Да? То есть, опять же, за что ненавидеть? За что? Он же вам поговорит, за что? Вот. И проанализируйте свое, значит, проанализируйте свое отношение к ним. К этим людям. То есть, как вы воспринимали отношение этих людей к себе? Вот. И что вы чувствуете при этом? Очевидно, вы сейчас находитесь на таком этапе, на такой позиции, когда вы либо что-то поменяете и вырастите личностно. Либо все останется как есть, и вы будете пребывать в депрессии, вы будете пребывать в негативном состоянии для себя, и это, соответственно, будет достаточно негативно на вас сказываться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.